Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня мы поговорим о такой интересной теме. Мне задали вопрос на стене, я его сейчас озвучу. Такая необычная тема, аюрведа, так как она допускает сыридея только для одного вида Доши, может есть какие-то подводные камни. Итак, мы поговорим о аюрведе, почему аюрведа не придерживается полного сыроедения, не рекомендует полное сыроедение. Попробуем с вами разобраться в этой проблеме. Аюрведа – это очень древняя наука, ей около 5000 лет назад. Аюрведа, то есть от слова «ведать». Все сегодня знают, что такие ведические традиции, что эти ведические традиции из Индии наберут свои корни. На самом деле это неправильно. Ведические традиции, они и на Руси у нас были. Даже существует такое мнение. Я, кстати, могу очень долго говорить про ведические традиции. Сейчас постараюсь, конечно, не углубляться. Сами индусы в монастыря говорят, что пришли 10 белых людей и научили нас всему. Но мы их не научили до конца. То есть 10 белых людей пришли с севера. Тогда это была территория Тартарии. Не важно, как она тогда называлась. Тартария, Русь, Рось и так далее. Дело не в том, что это наше, индийское, еще чье-то, кто-то говорит инопланетное, привнесено сюда. То есть это не столь важно. А у вед нет хозяина. Веды, они для всех. То есть у них нет границ, и любой человек может приобщиться, изучить их, стать сторонником веды, либо противником, что-то принять, что-то не принять. Айурведа — это наука о жизни. То есть она очень огромна. Там есть как и питание туда входит, есть там хирургия, есть лечение травами, отношение к жизни, к телу, к душе. То есть очень, в принципе, интересная наука. Много чего там есть интересного. Но с некоторыми вещами я не согласен. Сейчас мы не будем говорить о Айурведе, потому что эта тема бесконечная. Если будут какие-то в последующем интересные вопросы, конкретные вопросы, то, возможно, мы разберем определенные темы на этот счет. Пока я про Айурведу скажу коротко. И самое основное, нам главное разобрать причину, почему же Айурведа, она в принципе не допускает полного сыроедения. Отчасти в своих лекциях я это уже обозначил, и Айурведа только подтверждает мои мысли. Айурведическая теория, три доши, да, так называемая, вытекает из концепции трех первоэлементов Вселенной. Это три доши. Первая — это вата, либо ветер, пита, желчь, и капха, флегма. И соответственно, трем первоэлементам. Это воздух, огонь и вода. То есть три доши. Для тех, кто просто не интересовался Айурведой никогда, есть три типа, как бы, да, по-русски говоря. Это ветер, огонь, пита, да, и вода. Вода — это капхи больше подходят, воздух или ветер — это вата, и пита, желчь — это огонь. Немножко, может быть, кто-то запутался, просто можно называть проще вата, пита и капха. Вата, пита и капха. Есть даже там специальные тесты, как определить, у кого преобладает какой тип, какая доша преобладает. Бывает там чистая, там какая-то доша у кого-то преобладает, у кого-то смешанная не преобладает. И в зависимости от этого существуют определенные таблицы, как нужно питаться этим людям. Я нашел такую фразу, очень интересную, в Айурведе, да, даже выписал себя. По мнению Айурведы, большинству людей нужна приготовленная пища на огне, анги, анги называется, чтобы помочь пищеварению, которое недостаточно. Цитата. Кроме того, как сознанию приносит вред невегетарианской пище, так и сыроедение не соответствует сознанию. Так и сыроедение не соответствует сознанию. И вот это ключевой момент. То, что я говорил в своих лекциях. Эти слова из Айурведы подтверждают мои мысли, к чему я сам пришел. Итак, повторю свои мысли, чтобы всем как бы более понятно было. Если же вы хотите встать на путь сыроедения, сыроедение это обширное понятие, просто есть фрукторианство, малоедение и так далее, сокобедитие, это все этапы, этапы вашего духовного развития. Вставая на путь сыроедения, вы встаете на путь духовного развития. Если же ваше сознание не готово, не созрело для этого, вы не сможете находиться на сыроедении. И поэтому в Айурведе, я согласен, есть определенные таблицы, которые соответствуют и вате, и капхе, и пите. Когда, в какие годы, в какие месяцы, какие сезоны, когда лучше, как жить, у кого преобладает вода в организме, у кого ветер преобладает и так далее. То есть там все, 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 описано, что лучше делать для одного типа людей, что делать для другого типа людей, что делать для третьего типа людей. И в большинстве случаев это соответствует. И многие даже сыроеды пытались подогнать под себя, то есть просто выбрасывали вареную еду, из этих таблиц и оставляли только те сырые фрукты, овощи, травы, которые они считали нужным. И в принципе это работает. То есть можно даже поинтересоваться оверведы вот этими таблицами попробовать перенести это на сыроедение. То есть я тоже по такому принципу живу. Я не живу по принципу фанатизма. Вот я сыроед, ем только все сырое, все, и меня никогда никто не переведит. Везде должен быть смысл. Для чего мы сыроедим? Сыроедим для того, чтобы тысячу лет прожить? Это второстепенно. Первое это как мы себя будем чувствовать на сыроедении. То есть если мы на сыроедении продолжаем быть агрессивными, у многих известных сыроедов это было, если кто-то уже сыроед, он уже в курсе, о ком я говорю, и эти люди даже на форумах кидались там на всех, бросались. То есть сыроедение, оно должно наоборот какую-то гармонию давать, прилив сил, счастья определенные, удовлетворенность жизнью, чтобы у человека были такие ясные, правильные, красивые мысли, такая всеобщая любовь тебя переполняла, хотелось радость нести, любовь и так далее, вещать все это в окружающую среду. Если же на сыроедении при длительном периоде времени у вас этого не происходит, вы чувствуете какую-то зависть, злобу, вас это переполняет агрессивность, вы ненавидите тех людей, которые это же сыроедение придумали, почему нельзя есть мясо, почему я должен это терпеть, проходя мимо какой-то мясной лавки или шашлычной, либо вы продолжаете осуждать тех людей, кто продолжает кушать мясо и так далее. Если же у вас сознание не готово к этому, то не нужно переходить на 100% сыроедение, вы можете себя прекрасно чувствовать и на вегетарианстве, и на веганстве, и можете также в то же время оставаться сыроедами, как многие известные сыроеды, которые занимаются научной деятельностью, известны на весь мир. И они после многих лет сыроедения, 8-10 лет, они соскочили с этого полного сыроедения. Сейчас они в открытых говорят, мы не сыроеды, полное 100% сыроедение ведет к потере здоровья и так далее. То есть эти люди сейчас добавили желтки куриные, сырые к своему рациону, добавили рыбу, кто-то даже рыбу добавил. Я никого не осуждаю, я сразу говорю, что каждый выбирает, если вы выбираете ваше сознание, ваша душа, дух, выбрали вот этот путь духовного развития, вы к нему готовы, вы созрели, вот именно что вы сами по какой-то причине, вот я например про сыроедение до этого слышал, знал, что-то как-то сюда улетело, отсюда вылетело, тогда мое сознание не было готово, я был в материальный погружен, в хирургии какие-то свои мысли, дела и так далее, с физикой больше общался, потом прошел какой-то период, когда ой, сыроедение, да я же помню сыроедение, а что же я раньше внимания на него не обращал, просто вот я дозрел до этого, вот это мой период, вы очевидно не дозрели до этого периода, кто-то дозрел так же вместе со мной, мои слова сейчас разделяет, понимает, о чем я говорю, те люди, которые стремятся перейти на 100% сыроедение по каким-то допустим болезням, пожалуйста, переходите, излечитесь от заболевания, и постепенно потом опять можете внедрять немножко вареную пищу, но вы уже будете информированы, как ее варить, что добавлять, как ее готовить более правильно, чтобы не переваривать, не пережаривать, не перепаривать, какая соль должна при этом быть, какое масло там должно быть, в каком количестве вы вареную еду можете в неделю поесть, в какое время года лучше поесть, зимой, например, не летом, то есть вот такие все нюансы, да, все равно вам дадут очень много энергии, болеть вы никогда даже на таком питании не будете, если вы там, грубо говоря, два раза в неделю съели яйца, да, и там пару раз в неделю рыба, это нормально, то есть ничего страшного в этом не будет, не надо быть там сто процентов фанатом каким-то там ради чего-то, непонятно, ради сыроедения, из-за того, что просто это сыроедение, это клево, это классно там, и еще раз повторюсь, мы все разные, не надо смотреть на меня, там, да, на другого человека, у меня одни возможности, да, у вас другие возможности, я могу сделать то, что вы не можете сделать, а зато я не могу сделать то, что вы можете сделать, мы все индивидуальны, мы личности, мы развиваемся немножко по разным путям, маршрутам, я бы сказал, направлением, и кто-то, допустим, да, вот стоит рядом с нами гуру какой-то, который сейчас там что-то вещает, да, вот давайте меня закопайте в землю, там, его закопали в землю, он там медитации провел там две недели, без воздуха, без пищи, без воды, раз откопали, постучали ему по плечу, ага, все, через там, три, четыре, пять минут он в себя пришел полностью, здрасте, я вернулся, то есть, что ему, завидовать надо или что, это его путь, может быть, когда-нибудь мы тоже до этого дойдем, может нам это уже не нужно было, то, что он делает, может у нас по-другому будет, то есть, многие принципы, принципы, они нужны, но просто это демонстрация возможности человека, что человек может делать, что сознание человека может делать, можно качать мышцы, а можно качать сознание свое, Свою духовность накачивать, концентрацию свою увеличивать, да, то есть вот это имеет большое значение. Вот, наверное, такой ключевой момент, который я хотел озвучить в пользу того, что Айурведа также подтверждает мои мысли, о которых я во многих уже лекциях говорил, почему известные сыроеды, кто не видел, можете посмотреть мое видео, соскочили со своей диеты, да, что они испортили здоровье. Вы поймите, то, что они соскочили, может быть, у вас этого не будет, вы спокойно пройдете дальше и даже, может, вообще есть перестанете через какое-то время. Это уже следующий путь. Еще раз повторюсь, идут всеедение, вегетарианство, веганство, сыроедение, фрукторианство, малоедение или сокопитие. Можно параллельно либо то, либо то выбирать. А после этого уже, если вы дошли духовно, вы развились, то можно вообще от еды отказаться. В параллельно снимаются определенные блоки, с тебя снимаются какие-то определенные моменты, которые ты не можешь перешагнуть дальше, чтобы пойти дальше. По определенным причинам. Этих причин очень много. Сейчас я их не буду все называть. Если кому-то интересно, можете почитать Айурведу, частично изучить что-то там. Может, вы для себя, на самом деле, найдете что-то интересное. Сопоставитесь со своим питанием. Айурведа, она также лечит из заболеваний. Есть у ней различные диеты, которые... Также детоксикация организма происходит теми же методами сыроедения. Если, допустим, человек встал на духовный путь, на путь йоги, то эти люди могут спокойно находиться на сыроедении. Там есть такие писания. И вот к тому же видео, о котором я говорил, некоторым не понравилось, большинству понравилось. Почему гуру не все являются сыроедами? Вот ответ опять же из этого видео идет. Из Айурведы также идет, из моих слов. Эти люди, они не соответствуют своим внутренним состояниям, чтобы находиться постоянно на сыроедении. Они могут какие-то короткие периоды времени находиться на сыроедении, когда они, допустим, могут уйти в горы куда-то там, медитировать там месяцами, потом вернуться и опять перейти на вегетарианство, например. Пить также молоко там, да. То есть Айурведа, она разрешает есть все, даже мясо, молоко, масло, вегетарианскую пищу. Там есть, конечно, ограничения определенные и так далее. Вот такая лекция у меня получилась. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, я ответил на вопрос. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok